Здравствуйте! С вами психолог Ольга Орлова. И снова история для родителей. Как-то я гуляла по взморью. Мы в Юрмале. И это опять история из Юрмалы. И это был будний день. Было очень пустынно. И рядом с нами недалеко гуляла няня. Похоже, что это была няня, женщина в преклонных годах с маленькой девочкой, года четыре. И бело было, как и сейчас, весной. Только более ранней. И на пляже были замерзшие лужи, покрытые льдом. Сверху была тонкая корочка льда, а внизу вода. И лужи были довольно большие. И вот девочка все время норовила ножкой попробовать лед в этой луже. А няня ей строго не разрешала. Она держала ее рядом с собой. Почти не разрешала никуда отлучаться, удаляться. Несмотря на то, что здесь, как вы видите, совершенно некуда деться ребенку. И нет никакой серьезной опасности. И вот няня не доглядела. И девочка оказалась прямо в середине лужи. Она стала истошно пищать, плакать. Что же сделала няня? Она подошла к девочке, остановилась на краю лужи и стала говорить. Я же тебе говорила. Вот видишь, вот посмотри, вот что теперь мы будем делать. Девочка заливалась слезами еще больше и больше. А няня продолжала ее корить, ругать и воспитывать. Потом она решилась и добралась до девочки, взяла ее за руку и вывела из лужи. Ошибка на ошибке. И если так уж получилось, что ребенок попал в ситуацию, из которой он думает, он не может выйти, то первое, что нужно сделать, конечно же, надо научить его успокаиваться. Няня сделала совершенно другое. Она преподнесла девочке урок, который та запомнит на всю жизнь. Потому что в этом возрасте как раз формируются импринты, представления о том, как устроен мир и отношения ребенка с миром формируются. Она, няня, преподнесла девочке такой урок. И если ты попала в отчаянное положение, ты сама виновата. Выхода нет. Ты оказываешься беспомощной, и без помощи больших и сильных тебе не справятся. Это худший урок, который может получить ребенок. Няня должна была успокоить девочку, не подходить к ней в лужу и сказать, подожди, успокойся, ну, посмотри вокруг. Ну, ничего страшного. Посмотри, куда можно ступить, как можно выйти отсюда. Ну, вот видишь, вот здесь вот, вот здесь вот меньше водички. Ну, смелее, смелее. Протянуть ей руку и дать девочке сориентироваться после того, как она успокоилась. И осторожно, максимально самостоятельно выбраться. И когда девочка выбралась, надо было бы ей сказать, ну, молодец, хорошо, что не испугалась. Молодец, что не испугалась. Но в следующий раз смотри. Надо смотреть, куда ты идешь. Будь внимательна. Сначала посмотри, и если там есть вода или лед, это может быть опасно. Лучше обходи стороной. Итак, ребенок бы понял. Главное правило выживания. Прежде чем войти, подумай о том, как выйти. Если попал в неприятное положение, успокойся и постарайся сориентироваться. Действуй самостоятельно и верь в себя. И ты победишь. Вот какой большой урок можно вынести из этой маленькой истории. Любите своих детей. Смотрите «Психологическое ателье». Спасибо.